Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги. Воплощение мечты. Очень интересный вопрос вы мне задаете, и я бы сказала, он повторяется, дублируется неоднократно. Он касается падения награды в Германии, награды, какого там, вручили Зеленскому Карла Великого, премию Карла Великого. Вот, значит, я сейчас скажу, за что. За вклад в объединение Европы. Вот, и, значит, падает награда в тот момент, когда Зеленский говорит о жестокости России. И, значит, Зеленский поднял эту награду, поставил ее, значит, на место. Ну, мои хорошие, вы спрашиваете, знак ли это, к чему бы это, что это означает? Вы знаете, так как я люблю разбираться, не так, знаете, человек там никогда не видел этого человека, ничего не знает про это. Сидят, карты достают с романтическими, нам пиздежь и провокация. Я нашла этот момент, нашла. И, кстати, посмотрела с самого начала, еще когда только ему вручали эту награду. Потом эта фрау в этих бусиках ходила, значит, с этой наградой. Она пыталась ее примастить на эту подставку, а подставка это, вообще-то, для коробки в закрытом виде. То есть она, видимо, не рассчитана, чтобы была открытая коробка, потому что она, ну, перевешивает. Она так под наклончиком, да, и коробочка чуть-чуть. А коробочка, когда открыта, ну, в эту сторону, да, вот так коробочка открыта, то она вот сюда тяжеловатая крышка. То есть, скорее всего, это физические процессы. Но, мои хорошие, но я нашла видео, я специально его посмотрела. Сейчас вместе с вами посмотрим и сделаем расклад. Есть ли здесь знак, если есть, то в какую сторону. Но первая мысль, это некоторые безрукие фрау ставят коробочки, понимаете, не так, как надо. Конечно, подставочка рассчитана не на ту коробочку, да, и вообще коробочка должна быть закрыта на этой подставочке. Вообще-то такой сугубо обычный житейский момент. Но, но, житейский момент, это не исключает, в принципе, того, что какие-то действительно могут быть знаки. Вот, так что давайте проверять. Помните, как впереди Януковичем дверь закрылась, да? Да, помните? Ну, это же реально был знак, прям дверь при... А-бам! Как она ему нос не разбила. А у Порошенко солдат упал. А у Зеленского удостоверение. У него вообще, у Зеленского, кстати, все падает, понимаете? Удостоверение у него упало. Из подушечки. Сейчас награда опять падает с подушечки. Но у него прям, конечно, все прям падает. Ну, давайте. Давайте. Включаем. И у меня карта упала. Смотрите. Девять Пентаклей. Ну, вообще-то хороший знак. Если это знак, то он хороший. Видите? У меня сама тоже карта выпала. Вот видите, у меня тоже падают. О, сейчас будет. А жорстокий... Смотрите. Пум! Вот, видите? О, вот это вот она упала. Зеленский сам встал, поднял. Вот он правильно сделал. Он сейчас закрыл коробку и поставил ее на место, уже закрытую. Он сейчас закрыл коробку и поставил ее на место, уже закрыл коробку и поставил ее на место. Так, стоп. Ну, давайте. Ну, давайте. Так, был ли это знак? Был ли это знак? Падение награды. Было ли это знаком? Смотрите, мои хорошие. Ну, как? Это второй раз. Вы видели? Ну, я при вас. Смотрите. Первый раз эта карта выпала. Сама из колоды. А теперь я ее достала. Та же, смотрите, девять куб пентаклей. Вот, слушайте, ну, вот это вот знак. Вот это знак, понимаете? Вот как? 78 карт я ту же достаю, которая выпала. Так, ну, что сказать вам? Если это знак, то девять пентаклей. Это знак райского сада. Это знак всех удовольствий, материального благополучия, счастья, удовлетворения, когда у тебя все хорошо. Это, знаете, это так вот, десять пентаклей, это максимальная эффективность. А девять, ну, почти все зашибись. То есть я бы сказала, что, знаете, это все-таки за шаг до полного счастья. Вот так. Да все нормально. Если это знак, а действительно, послушайте, какая настойчивая карта, да, девять пентаклей, то это хороший знак. То это хороший знак. Однозначно. Вы смотрите. Он говорит о российской агрессии и падает. Пам! И крышка закрылась. Крышка гроба российской агрессии закрылась. Хороший знак, мой хороший. Хороший знак. Вот так. Увидимся.